Приветствую вас, давайте разберем ваши вопросы. Мой младший брат очень проблемный, хоть ему уже 29 лет. Работает с переменным успехом почти весь февраль, пробовал заповедь. Ладно бы, если бы он просто пил, так он ведь на пьянке деньги берет в микрофинансовых организациях. А завившийся до февраль, зарплаты у него практически не будет. Всед кредит он хотел продать на даблок, который купил года два назад. Наша мама против, говорит, если он сейчас его продаст, то потом больше не купит. Пришлось мне его выручить и помочь рассчитаться с этими кредитами. Но у меня теперь есть обида и мучает вопрос, зачем он так делал, ведь я с ним разговаривал насчет таких кредитов. Второй вопрос, почему мама так беспокоится за его имущество, ведь если в голове нет мозгов, то пусть бы сам и выкручивался из этой ситуации. Конечно, мне можно было не помогать, но мне жалко мама, ведь она будет расстраиваться, потому что отец ее не поддержит. Они с отцом оба инвалиды по здоровью. Но и деньги мне жалко, ведь я их сам зарабатывал. Я складывал. Тем более они у меня были на ипотеку. Теперь у меня вообще нет финансового запаса по ипотеке. Он обещает немного привезти, брат обещает отдать деньги, но я ему не верю, так как он в прошлый раз брал деньги и полностью их не возвращал. Что теперь делать, я не знаю. Что делать, чтобы что? Давайте мы с вами, наверное, начнем с этого. То есть определите, пожалуйста, для начала, что делать, чтобы что? То есть вы хотите что-то делать, я прекрасно понимаю, но момент здесь выключается в том, что вы хотите делать. То есть вот, как бы, какая у вас, грубо говоря, цель, понимаете, да? То есть если у вас цель, например, допустим, у вас цель, ну, к примеру, да? Как-то помочь родителям, да? Или, например, у вас цель исправить брата, допустим, то это одно. Если у вас, так скажем, цели другие, да? То есть, например, ну, допустим, опять же, допустим, у вас цель, к примеру, быть собой, да? И у вас цель, допустим, допустим, жить для себя, допустим, то это, конечно, немножко другое в данном случае. То есть давайте для начала с вами определимся, какая у вас цель. Да, вот именно если мы говорим о цель, конкретно о цель вас, то что они не цель из себя завлад. Дальше. Вы, на мой взгляд, оказались в такой ситуации, я бы сказал, достаточно невыгодно для вас. То есть вы оказались в такой ситуации, где вы, в общем-то, находитесь в такой позиции, я бы сказал, жертвы. С одной стороны, вы, вроде как, спаситель, да? Вот, с одной стороны, вы хотите помочь, а с другой стороны, вам жаль. И, в общем и целом, свою маму, вы, в общем и целом, и от брата ждете какой-то, ну, скажем так, поведенческой модели. Который, который ваш брат явно не соответствует, явно не соответствует. И, в целом, это, конечно, вопрос, касающийся, ну, по большому счету, личных границ. А вот вы спрашиваете, зачем это, где вы, естественно, разговаривали насчет таких кредитов, да? Правда в том, что и вы, и ваши родители уже довольно давно создали для брата, так скажем, подушку. Подушку безопасности. Вот. И брат ваш наверняка знает, и он наверняка уверен в том, что, что бы ни случилось, ему помогут. Что бы ни случилось, ему будет, что называется, хорошо. Понимаете, да? То есть момент здесь заключается в том, что вы относитесь к брату, ну, действительно, как к человеку, у которого непросто, нет, нет, могу. Акабрис сам не может справиться с ситуацией. Сам не может справиться с, ну, своими, скажем так, проблемами. И в этом смысле, зачем вашему брату быть самостоятельным? Что он, условно говоря, из этого получит? Ну, одним словом, ничего. Вот он и ведет себя, по большому счету, так, как ему комфортно. Вот он и ведет себя, по большому счету, так, как ему выгодно. Этим, собственно, и все объясняется. Вообще, я бы порекомендовал вам изучить тему созависимости. На мой взгляд, вы как раз-таки находитесь в этой самой созависимости. Если вы обратите внимание на, допустим, что, как вы все описываете, что вы говорите, что не можете сделать, а то или другое, потому что мама, потому что брат, потому что отец и так далее. У вас все время кто-то вот, вот, кто-то есть. И это нормально, люди всегда будут. Но если у вас нет личных границ, то вы не сможете никогда ничего добиться. Вот. Обида. Когда? Когда? Возникает обида. Обида возникает тогда, когда человек делает что-то против своей воли. То есть, когда человек поступает как-то, как он не хочет, против своей воли, против своих ценностей, против своих взглядов. Когда человек действует так, возникает обида. Почему? Ответ прост. Потому что он себя ломает. Он идет против, что называется, своей природы. В этом смысле. Когда человек идет против своей природы, ничего хорошего из этого не получается. От слова совсем. Понимаете, да? Вот. 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 Эм. Такая вот история. Вот. На мой взгляд. Эм. 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 над своей, условно говоря, жалостью к своим родителям. То ситуация не изменит, вы так и останетесь зависимым от тех людей, с которыми вы находитесь рядом, не имея возможности выстраивать с ними конструктивные отношения. Потому что жалость – это неконструктивные отношения, наоборот, деструктивные. Почему вам жало команду? По той же причине, потому что она ведёт себя так же, как ваш брат. Брат получил модель своего взаимодействия с миром, с людьми, благодаря своей маме. А вы так же получили свою модель поведения, модель восприятия от своей мамы. Тут только немножечко с другой уже теперь страны. Если мама и брат жертва, то вы спаситесь. Вот. Вот и всё. Я могу вам сказать. Поэтому, если мы говорим о том, что вам делать, если мы говорим о том, как вам поступать, то я бы сказал, что работать над собой. работать над теми моментами, которые я сейчас озвучил. в этом направлении вам нужно двигаться. Спросите себя, готовы ли вы или нет. Если готовы, то мы вам можем помочь. На этом всё. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. И буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Вот. Хочется пожелать вам всего самого лучшего. Хочется пожелать вам удачи. И вы, конечно, молодец большой, что заговорили об этом. Видимо, у вас это достаточно, ну, серьезно уже. Уже приезжало достаточно серьезно вас это достало. Но это только первый шаг. Следующий шаг, следующим шагом будет именно работа над собой. Надеюсь, что вы ее благополучно проведете. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...